Приветствую, друзья! Я буду говорить завтра с нашим великим физиком-ядерщиком Игорем Николаевичем Острецовым и записывать ролик, если у него будет время. Вот вы мне продолжаете писать разные рецепты для его здоровья, предложения, различные вопросы. Вот я хочу вас попросить, чтобы вы сейчас написали все это в комментах, эти вопросы и предложения. Я завтра им передам. И мы все болеем за Игоря Николаевича, как на стадионе болеют за любимую футбольную команду. Но я шучу, он тоже юморист, он понимает, о чем я говорю, так что почва воспринято адекватно. Кто не знает, Острецов Игорь Николаевич, профессор, доктор технических наук, вот он написал книжку, которая называется «Введение в философию ненасильственного развития». Я прочту, что там про неё написано, про книжку. Физические законы гласят, все процессы в мире либо групповые, либо индивидуальные. И если первые можно предсказать с высокой долей вероятности, то вторые абсолютно случайны. Что произойдёт, если эту парадигму перенести в общественные и гуманитарные науки, социологию, философию, экономику и историю? Ответ очевиден. Возникнет универсальная социальная теория, с помощью которой можно с высокой точностью предсказать будущее мира и человека. И это будущее прекрасно. В нём нет ни иерархии, ни элит государств, паразитов и лживых выборов, но есть гармоничное общество, основанное на социальном равенстве, прозрачной экономике и чистой энергии. Путь к такому будущему парадоксален в глубоком понимании учения Христа, но не в религиозном, а в сугубо научном смысле. Такова ненасильственная философия, наука самых тайных надежд человека, изложенная в этой книге. Это в издательстве концептуала 2023 года, книжка Игоря Николаевича Стрецова «Введение в философию ненасильственного развития». Да, ещё Игорь Николаевич, как и я, любит теорему Гёделя. Ну, это что сказать, вот как художник, я скажу, образно, теорема Гёделя, отойди от картины, чтобы видеть её целиком. Математически, но образно говоря, там вот в каждой системе есть некая фраза, которая средствами данной системы недоказуема. Надо выйти, как говорится, сверху посмотреть. Ну, мы тоже, когда вот думаем абстрактно о чём-то или предметно о чём-то, когда мы предметно думаем, мы как бы находимся в этом, а когда мы абстрактно, отвлечённо думаем, мы как бы со стороны смотрим. Поэтому есть люди ума такого конкретного или ситуативно конкретно предметного мышления, а есть люди абстрактного мышления, философского мышления. Конечно, Игорь Николаевич легче понять людям, которые хотя бы зачатками абстрактного мышления владеют. Но Игорь Николаевич очень конкретный человек, как учёный. Его предложение очень конкретное, он вообще-то знает такие вещи и доказывает много лет в своей жизни такие вещи, о которых не всем учёным можно понять сразу. Но там лежит огромный потенциал. Например, батарейки вечные, которые могут служить вечно, на которых могут машины ездить и не надо бензином заправлять. Ну, к примеру, да? Вы, пожалуйста, посмотрите Игорь Николаевич Острецов, там посмотрите в источниках. Напишите, пожалуйста, в комментах ему вопросы, а я ему завтра их задам, и он будет знать, что вас интересует. Итак, пожелаем Игорь Николаевич Острецову здоровья, потому что когда он откроет нам источники новых энергий, тогда, собственно говоря, им этот ключ тоже откроет свой могучий потенциал, потому что всё в мире взаимосвязано. Это физика, и психология, и развитие человека. И мне кажется, что это должно происходить в синергетике. Итак, друзья, до встречи.